Строители России и КНР закручивают последние болты в самом центре моста так же синхронно, как и строили практически весь этот километровый стальной переход. Его ждали давно и в России, и в Китае. Этот мост это еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны. Соевое масло, которое производят на этом предприятии, с успехом продается в Китае. Новый мост позволит увеличить поставки. Как минимум на сегодняшний день мы теряем три месяца в году, когда отсутствует межсезонная переправа, и мы не можем экспортировать и поставлять свою продукцию. В масштабный инфраструктурный проект не вложено ни рубля бюджетных денег. Российская часть моста стоит 20 миллиардов, а не окупится за 15 лет. Деньги были привлечены в рамках конституционного соглашения в Китайском банке под 4,9% годовых. Расчет выплаты за пользование денежными средствами идет с точки зрения пассажиропотока, который планируется перевозить по этому мосту. Длина остального сооружения 1080 метров, но это лишь малая часть 20-километрового перехода, если учесть все развязки, съезды, подъездные пути и другую инфраструктуру. Планируется, что в сутки по мосту будут проезжать сотни грузовиков, автобусов и автомобилей. Всего больше 5000 пассажиров. Сейчас автопереход готов на 70%. В эксплуатации его сдадут весной 2020 года. Стройка моста началась в декабре 2016-го одновременно с российской и китайской стороны. Проект был разделен на две части. Каждая сторона должна была построить по 540 метров полотна, идя навстречу друг другу. Именно это и произошло. Сегодня мы стали свидетелями финальной стыковки. Ну а вместе с нами за процессом наблюдал мой коллега Александр Балевский со стороны Китая. Александр, приветствую. Нихао. С этой стороны все-таки звучит чаще именно это приветствую. Нихао. Мы не будем нарушать государственную границу и пересекать вот эту условную линию. Останемся на китайской стороне. Тем более, что здесь этого последнего стыка тоже очень ждали. Ну давайте аккуратно. Давай. Пока китайские строители оттачивали синхронность аплодисментов и поправляли флажки на опорах моста, Даша забирала сына из школы. Вместе с китайским мужем Женей в хэйхэ она чувствует себя как дома. Даже охранники вот в кипермаркете и то говорят на русском. Мы заходим один раз. Вот они нового открыли. Он говорит, здравствуйте. Город с китайским характером, но русским акцентом. Кулиса, иди в кулису. Харстал, так вкусный. Он и на указателях, и на вывесках, часто забавных. Рядом с памятником Пушкину на пешеходной улице памятник покупателям из России. Без них хэйхэ вряд ли бы превратился в большой город. Куманитарно давно уже. Мост тружбы, да, так говорим. Жить на два берега – это про них. Сяоинь или просто Лия вместе с Александром и сами как мостик, который связывает российские деньги и китайскую бизнес-специфику. Помогают предпринимателям из России вести дела по эту сторону Амура. Каждое предприятие, каждый торговый контракт – это маленькая ниточка, которая каждая по себе может быть и не особо сильная, но когда их много, они связывают и укрепляют дружбу между нашими государствами. И новый мост – новое окно возможностей. Этот мост – большой плюс для экономики нашего города и всего Северного Китая. И вместе с ним будет расти благосостояние наших жителей. Города – это как братья. Русские, но чаще все так нам отдыхать и покупать что-то. Пока с одного берега Амура, или как его называют китайцы Хэйлунзян, то есть река Черного Дракона, на другой переправляются летом на катерах, зимой по льду на автобусах и постоянное автомобильное сообщение для сотен интернациональных семей. Еще и возможность чаще видеться с родными. Мы надеемся попутешествовать. Будет возможность взять сына, машину и махнуть по российским красивым местам. В перспективе это будет часть глобальной логистической цепочки. Один из транспортных коридоров проекта «Пояс и путь». Ну а для туристов через Амур планируют построить еще и канатную дорогу. Проект почти готов.